Ну что такое перелом? Это разрыв белочной оболочки, и кровь, которая плотно наполняет кавернозы тела, она начинает изливаться, развивается баклажанная деформация, то есть член становится такой по размеру... Мне нравится формулировка «баклажанная деформация». А похоже, потому что на баклажан, вот как на большой баклажан. Это прям медицинский термин «баклажанная деформация». Ну, в кавычках, ну, да. Вау, бедные баклажаны. Оу, всем привет, это Куджи подкаст, слушайте наши аудио-подкасты «Ниндзя» и «Прослушка» на всех платформах, на которых есть аудио-подкасты. Ого, ребята, на связи вновь Куджи. Андрей. Да, ты просто так говоришь, я всегда ожидаю, что там дальше просто будет что-то. Да, нас ждет очень интересный выпуск. Я в предвкушении. У нас в гостях Александр Дзидзария, кандидат медицинских наук, уролог, онколог, андролог, заведующий отделением онкоурологии российского научного центра рентгенорадиологии. Я все правильно сказал? Ну, как удивление, но правильно. Потому что название у нас вот такой длины, конечно, его надо сокращивать. Да, и действующий джипсир. Я прав? Да, занимаюсь. Да. Мы долго подбирались к этой теме. Наконец-таки мы нашли человека, который нам все расскажет. Мы будем задавать абсолютно банальные вопросы касаемо всего вот этого. Ну, то есть я тебя тоже буду спрашивать, и тебя буду спрашивать. Надо будет отвечать честно. Конечно. Хорошо. Да. Конечно. Давай, Андрей, начинай. Ты любитель задавать обычные вопросы вначале. По типу, когда к нам приходят... У нас пару раз были в гостях писатели, он их спрашивал, как они решились стать писателем. Неправда. А как? Неправда. Я спрашивал, в какой момент ты понял, что ты писатель. Ну, до этого ты там баловался, что-нибудь писал. В какой момент ты решил, вот ладно, хер с ним буду этим заниматься. Слушай, ну, у меня мама доктора. Мама доктора, она не просто доктор, она заведует отделением. Ну, я, понятное дело, когда был маленьким, она заведующим не была. Но я, глядя на нее, думал, что быть врачом – это круто. Потому что к ней постоянно приходили все за советом, какая-то суета постоянно была. Помню, там, папа варива дворе учинил, там, как будто колено мама сама зашивала прямо у нас дома. И там она работу домой брала, нитки переносила. Я, помню, там, медведю лапу оторву, раз-раз-раз сам пришью. У меня там лет было 4 года, по-моему. И знаешь, это как окружение преступника формирует в тебе преступника, так и, наверное, окружение врачей формирует в тебе врача. И мне все так говорили, врач – это круто, круто, круто. Ну, мне реально нравилось. Но, я думаю, немало важно то, что я видел. И она меня брала на работу иногда, я все это смотрел. Мне реально нравилось. Ну, и потом уже мне никто не навязывал ничего. Это само как-то пришло. Захотелось, получилось. И вообще, в принципе, по характеру. Характер, на самом деле, это, наверное, 80% успеха того, какой ты именно как хирург будешь, получится из тебя хирург или нет. То есть, у тебя нет характера. Врача из тебя именно хирургического профиля навряд ли получится. Вот все срослось, потому что мама у меня тоже такая крепкая манарь. А что нужно, чтобы быть хирургом? Ты не должен быть мямлей. Ты должен иметь такой мужской стержень, нести ответственность за свои поступки. Умейте говорить «да», умейте говорить «нет», быть решительным. Понимаешь, как и писатели. Они же разные есть. Есть Макс Фрая, а есть человек, который просто где-то публикуется, что-то пишет. И у меня все-таки всегда, когда я чем-то занимался, были высокие критерии к оценке самого себя. То есть, мне посредственным врачом никогда не хотелось становиться. То есть, я изначально, когда становился врачом, я так смотрел, у меня дет-академик. Мама там тоже старается, стремится. И я понимал, что у меня планка высоко изначально поставлена, и я должен постоянно расти, постоянно расти. А эта профессия, в отличие от многих профессий, которой ты будешь расти и развиваться в течение всей жизни. Ты будешь учиться и в 25 лет в институте, и в 50 лет, и в 75 лет, если еще не умер. Поэтому вот это развитие – это один из плюсов, потому что многие профессии могут надоесть. А эта профессия не надеяет, потому что, как и у художников, помимо того, что ты работаешь, тебе это нравится, ты еще получаешь фидбэк от пациентов в виде оценки твоей работы. И это я говорю не о благодарности, а о том, что ты видишь, что человек живет, да, ты видишь, что он получает благодаря тебе удовольствия, то он тебя благодарит. Вот это праздник, каждый раз у меня телефон разрывается, там, постоянно смс-ки от людей, которым я помог 5-10 лет назад. Это очень мотивирует, помогает идти дальше, не останавливаться. Но в твоей профессии, профессии онколога, очень, мне кажется, много стресса связано с тем, что ты говоришь людям информацию, которой они порой абсолютно не готовы. То есть ты, по сути, иногда, возможно, чуть ли не говоришь некролог некоторым людям. Как ты справляешься конкретно с этим стрессом? Ты слышал? Что ты каждый раз чувствуешь внутри, когда ты говоришь людям плохие новости? Я понял этот вопрос. Я тебе попробую, так сказать, прямо ответить. Может быть, это будет грубо. Ты слышал, да, что многие врачи пьют? Ну, слышал. Особенно у тонкологи. Ты либо морально меняешься, деформируешься, появляется такой черный юмор, поэтому лучше не слышать, что в курилках, в ординаторских происходит, у онкологов. Но действительно, если вначале тебя это сильно цепляет, тебе тяжело, даже вот я помню, на первой перевязке приходишь, к маме ходил, когда еще она перевязывается, человек скрикивает, у тебя прям за сердце хватает. Сейчас это непозволительно. Ты должен быть профессионалом. И когда ты выбираешь, какую операцию сделать или что человеку сказать, ты не должен ориентироваться на жалко, не жалко, боюсь, не боюсь. Твой профессионализм нужен исключительно в плане выбора и озвучивания чего-то, упираться на то, что нужно правильно, должно и лучше для него. И вот эти, знаешь, эмоции, которые вначале были, честно, с годами во мне утихли. И я не испытываю трепета, к сожалению, может быть, или к лучшему. Может быть, я за счет этого дочь сохранюсь, когда человеку озвучиваю диагноз или говорю, сколько ему прожить. Потому что я такой, хоть лет мне немного, но я профессионал. И я как, я не знаю, вот как банкиры, наверное, эмоции не испытывают, отказывают в кредитах, когда они уже там работают 20 лет в профессии. Так я, наверное, эмоций так много. Но это, наверное, сложно в этом сознаться. То есть, 9 из 10 бы сказали, конечно, сложно. Не так сложно, как вот все вы думаете. Потому что это черствеет все внутри. Вы грубеете. Ну и плюс. Но когда я, допустим, вижу детей, маленьких, у нас есть онкологическое отделение детей, я так сколову отворачиваю не смотрю. Я каждый день с этим не работаю. Мне даже тяжело видеть. Идет ребеночек, у него голова в разметках его облучает. Мне тяжело. А у меня еще своих детей нет при этом. То есть, как бы люди, которые лечат детей, например, детские онкологи, это что-то вообще совсем другое? Другое, но я с ними разговаривал. У них тоже с годами деформация происходит. Организм защищается. Поэтому вот это грубое чувство юмора, оно и появляется. Потому что организм защищается от этих негативных эмоций. Они тебе... Тебе кажется, что меня не трогают. На самом деле, я думаю, они проникают. Просто ты это не ощущаешь. Как ты думаешь, вот когда врач разговаривает с пациентом, это же такой важный момент, на самом деле, я про это много думал. Что вот заставляет пациента верить в врачу? Вот это... Ты же понимаешь, да, что я имею в виду? Потому что, ну, например, да, там, ты пришел к врачу, врач тебе говорит, ну, там, бросай пить, там, человеку, да? Человек говорит, да нет, пожалуй, пойду к другому врачу. И просто идет к другому врачу. Плюс не нравится ему совет. Или он такой ему говорит, тебе надо вот тот, тот делать. То он такой, типа, ну, вот тут пять пунктов, буду делать там первый и четвертый, да, нормально. Остальные можно проигнорировать. И вот это вот взаимоотношение, когда врач, он с одной стороны вроде дает совет, с другой стороны, он вроде при этом несет ответственность за свои советы. Ну, это редкое сочетание. Потому что обычно те, когда дают советы, тебе, ну, люди не несут ответственность за свои советы. Типа они тебе говорят, делай так, и пошли по своим делам. И как получается донести вот это вот? Как объяснить человеку, что ты прав? Не объяснить, а вот транслировать. Слушай, ну, если ты профессионал, он к тебе пришел, он в тебе нуждается, он тебя выбрал как доктора. Кстати, мы тоже можем выбирать пациентов, если это плановая помощь. Как ты можешь, допустим, отказаться или выбрать врача, а так и врач имеет право отказать тебе в помощи плановой. Бывает, что энергетически вы друг к другу подходите, бывает, что энергетически вы друг к другу не подходите. Это как в дружбе. С одним ты можешь дружить, с другим ты не можешь дружить. Вот то, как ты жестикулируешь, как общаешься, как ты говоришь, даже какой-то национальности может. Сколько раз было там, а можно мне другого врача? Я еще даже в палату не заходил. Я помню, когда начинал, мне фамилия не нравится. Зачем мне там в Кавказе, дайте мне русского врача. Но я тебе потом, представьте, отдельно расскажу пару историй. То есть, что-то неосязаемое в этом точно есть. Но сейчас, если посмотреть, как было 30 лет назад, выбирали врача, сейчас это поменялось. То есть, они, естественно, гуглят, читают, приходят, и уже какое-то мнение о тебе сформировано, если они конкретно на тебя пришли. Либо, если не на тебя, ты написал, они потом про тебя читают. Да, наверное, можно, вроде пишут, что нормальный доктор, можно поверить. Но сейчас врачи, на самом деле, разные есть, как в любой специальности. Потому что у вас спросить, вы, наверное, думаете, что врачи исключительно учатся на пятерке, это человеческая жизнь. Значит, таксист тоже человеческая жизнь в его руках. И у пилотов. Нет, я не склонен идеализировать людей. Вот такие же двоечники, троечники, те, кто платили за экзамены, те, кто по блату попали. Все то же самое здесь, к сожалению. Кумовство сплошь и рядом. Поэтому не лучшие иногда у руля, не лучшие иногда в кабинетах сидят. И это нужно понимать. Поэтому к выбору врача нужно относиться с трепетом. Если это не скорая какая-то помощь, да, есть возможность выбрать, ну, думайте, куда идете, думайте, кому. Поэтому я сторонник всегда по рекомендации это делать. И пациент приходит, на самом деле, он вот бывает, он пятерых прошел, и к тебе пришел, знаешь, почему тебя выбрал? Потому что его мнение с твоим совпадает. Вот ему четверо врачей сказали что-то, а вот он погуглил в Яндексе, поискал про свою болезнь. Вот почитал, что вот так, наверное, надо лечить. И вот он ищет врача, который скажет ему то, что он хочет слышать. Я поэтому всегда говорю, я не буду говорить то, что вы хотите услышать, я скажу, как есть, а вы уже решайте. Если вы со мной не согласны, значит, я просто не ваш доктор, ищите своего врача. Тактики разные. Знаешь, как это игра в шахматы. Главное же выиграть, да? Ну, кто-то вот с Е2-Е4 ходит, кто-то, не знаю, там, конем сразу бабах, и вот он ходит, ищет, кто с коня носит Е2-Е4. И так, и так. Понятно, что Е2-Е4 это самый разумный ход. И с коня можно выиграть, наверное. Но все-таки есть какие-то алгоритмы правильные. И пациент не должен играть во врача. Это нельзя этому научиться, погуглив или что-то почитав. Потому, что хуже всего это незнание. Не знать это не страшно. Вот ты не знаешь, да, как лечить там рак почки. Ну, что там такого? Он как бы не врач. Хуже всего невежество. Невежество, знаешь, почему хуже? Потому, что когда ты не знаешь, ты скажешь, а хрену знает. А невежество, это он сейчас погуглит, скажет, чувак, я почитал, как надо рак почки лечить, его надо облучать. И он начинает свое незнание транслировать в окружение советами другу, который болеет. Езжай туда, давай соберем денег, поедешь в Германию. Потратишь последнее на то, что можно здесь бесплатно. Потому, что мне кажется, что там лучше. Вот это вот невежество, это хуже всего, когда в выборе... То, что ты говоришь, это такое агрессивное невежество. Все-таки невежество, это когда ты просто типа... Сюда, извини, можно еще добавить, наверное, типа отрицание прививок, которое, мне кажется... Очень часто. Распространилось в Инсте исключительно. В Инсте. Я много людей спрашиваю, почему ты отрицаешь прививки? Где ты это прочитал? Мне три человека сказали, что в Инстаграме. Мне кажется, что, во-первых, невежество, это когда ты просто выносишь суждения о вещах, в которых ты совсем не разбираешься. А вот агрессивное, это когда ты их еще транслируешь. Это все-таки важный нюанс. А среди пациентов оно в основном такое. Да, конечно, это потому что здесь есть несколько измерений, как мне кажется. Одно это то, почему я задал вопрос проверить. Потому что в конечном итоге это сводится к тому, что пациенты не доверяют врачам. Это какая-то такая странная парадигма в России, что когда там хотят сказать, кто лучшие люди. Ну, конечно, это учителя-врачи. Кого вы больше всех ненавидите? Ну, конечно. Вот у меня была училка, она меня прямо бесила. Что-то меня врач лечил, такой пидор. Вот как бы это удивительная история, что они одновременно на двух концах спектра сидят. Слушай, ну ты телевизор посмотри. Если телевизор смотреть, все, что мы делаем, это пьем, курим, трахаем медсестер и, не знаю, иногда лечим пациентов. Вот все, что мы умеем делать. По телевизору посмотрите, грязь все покажет. Все хромаете и брете Вик-1. Нет, там еще он охуенно диагнозы ставил. Там все-таки хотя бы доктор Хаус. Тут же человек, тебе телевизор-то российский транслирует. Слушай, будешь смеяться, но на самом деле гораздо больше на жизнь похож сериал Клиника. Это вот где они стебутся, какой-то хрен делают. Хаус дальше от реальности реально, потому что по атмосфере больше... Хаус это типа... Это типа детектив, да? Ты не можешь, да, о таком, как вы тут свинью привели. А давайте вот это сделаем, а давайте еще вот это, а давайте это. Это же не конструктор Лего где-то. Там каждый шаг, это нужно 10 раз согласовать, 10 раз проверить. У нас попробуй, как у них диагноз пока поставить, 10 каких-то обследований сделать, биопсию того, биопсию. У нас лишний шаг сделаешь, тебе еще потом два года по судам будешь ходить. Такое было, кстати. У них это было забавно, как это сериал эволюционировал. Он в начале, в начале там было именно так. То есть там, когда ей делали, например, первые пациентки делали пункцию этого, чтобы взять пробу спинного мозга, там это было очень подробно показано, что это опасная процедура, что Хаус ее сам делал, что ему говорили, да ты что, охренел ее просто так делать? Он говорит, ее надо сделать. И вот там вот было такое, он там за всю серию успел два сделать. А потом как бы кейсы-то нормальные стали заканчиваться, что приходилось, видно, сочинять. И там началось, да, давайте МРТ, давайте ему его разрежем пополам, посмотрим, что внутри разрезали. Нет, все равно ничего не понятно. Давайте его еще просветим лазером. Вот примерно такой в какой-то момент был. Это правда. А ты знаешь, чем хороший врач от плохого отличается? Ну, не хороший, а вот суперпрофессионал от просто вот хорошего врача. 98% пациентов, и тот, и тот вылечит. Но есть 2% пациентов, ну, вот не шаблонные, где этот справится, а этот либо не справится, либо кому-то дальше отправится. Вот у меня такой вопрос. Ты обнаружил ужасные новости. Да, ты сказал ужасные новости. Но где-то внутри тебе... Бывает так, что тебе интересно? Я с этим еще не сталкивался. Ты знаешь, я не стесняюсь сказать, я не знаю. Есть такая пословица, я ее, когда доклады читаю, часто говорю, вот простой пример, приходит мужчина и говорит, у меня рак пристательной железы, помогите. Я говорю, что есть вот такой метод лечения и облучения, есть хирургия, есть лапароскопия, есть брахиотерапия. Я выбираю то, что ему больше подходит. А у нас как часто в городе пришел, мы там только, допустим, операции делаем. Мы говорим, операция – это единственное, что вам поможет. Главное, никуда больше не идите, оставайтесь здесь. Это знаешь, как у полицейских есть, им надо вот палки делать. У нас то же самое, у нас борьба за пациентов. Есть такая пословица, я в докладах часто говорю, когда в руках, на английском звучит, в переводе, когда в руках молоток, все кажется гвоздем. Это вот про наших, к сожалению, некоторых врачей. Вот умеет он облучать, он все облучает, все, что можно, нельзя, натягивает, нельзя ему, а он вот придумает, как, что. Вот в этом минус. Самое главное – не стесняться сказать, я не могу, потому что в любой специальности есть подразделение, и ты не можешь все делать хорошо, так не бывает. Ты не можешь там, даже в автогонках, да, вот Михаил Шумахер, он, может быть, был великим гонщиком Формулы-1, но он отвратительно может кататься на мотоцикле, на велосипеде или на каком-то… Он не будет же супердальнобойщиком, потому что он чемпион Формулы-1. Здесь то же самое. То есть, ты не должен бояться или стесняться пациента отправить, сказать «да, но это не my best, вот пойдите туда», или «а, сходите в это место». Вот самое главное – уметь отпускать больных и быть честными с ними, потому что в погоне за редкими какими-то случаями не всегда плюс к пациенту приходит. К нам приходят пациенты, которые, допустим, 3-4 раза прооперировали уже где-то, потому что этот решил попробовать наконец-то эту операцию сделать, другой, увидев этот сложный случай, подумал, что он справится. То есть, мы уже в итоге разгребаем, реконструкцию делаем, ну, допустим, мочеспускательного канала, уже будучи третьими-четвертыми руками, а каждое последующее вмешательство ухудшает шанс на адекватный результат на 30%. И в итоге у нас уже может не получиться, потому что там уже наковырялись. Понимаешь? То есть, меньше материала, больше рубцов в тканях. Поэтому не стесняйтесь говорить правду. Это я всегда своим ординаторам говорю. Самое главное – не врать. Так вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, как ты думаешь, почему такое недоверие к врачам? Ну, очень много лет. Вот, да, что вот? Давай говорить в общем всем. Да, конечно. Я объяснил, что есть вот, у тебя есть две, ну, как у тебя такая вот… Я имею в виду не только в России. Вот это я хочу сказать. Он меня не очень не в России интересует. Ну, как-то меня здесь… Ну, типа, вот меня вот эта вот история волнует. Был длительный период времени, когда по телевизору показывали очень много дерьма по врачам. Ты думаешь, что это вот все-таки такая история? Что это просто вот типа подмочили… Это же не за один день вот так вот произошло. Понимаешь? Подмочили репутацию потихоньку-потихоньку. Вот ты по телевизору много видел, что эти врачи сделали какой-то интересный случай. Либо там постоянно эти сборы. Помогите на лечение в Германии там-то, там-то. Практически абсолютно любого ребенка взять, или ребенка, взрослого на что собирают, все лечится бесплатно. Вот телевизионщики сделали очень много для того, чтобы дискредитировать нашу медицину. Сколько этих случаев, которые собирают… Я начинаю разгребать. Ну, меня же скидывают постоянно. Я смотрю. Так. Я говорю, а ну что собираете? А на жизнь? Я говорю, ну, в больнице лежит. Я говорю, что значит на жизнь? У вас же по полюсу… Он просто лежит в больнице у моего друга. Я знаю, что его лечат бесплатно. На что вы собираете? Вас по полюсу лечат. Ну, меня туда-сюда… Оно собирает же не так, что помогите на жизнь. Можно понять, да? Там вынужден в больнице лежать, не работаю, помогите. А собирают так, что на лечение. Или там на дорогостоящие лекарства. Какие нахрен лекарства дорогостоящие? И когда начинаешь копаться, 90% тех, кто собирают, они собирают непонятно на что. Либо хотят улететь в Германию, потому что им кажется, что там лучше. И иногда некоторые, представляешь, до дурости доходят. Они отказываются от лечения даже своих детей здесь, потому что считают, что здесь их пока лечат. Лучше они на полгода позже или на год лечения получат. Будут собирать на первый этап лечения, чтобы где-то это в Израиле прооперироваться или сделать. Или умирающие. Приходят и говоришь, сложно говорить правду. Они приходят и говорят, так-так-так, с лечением 3 месяца, без лечения 3 месяца. Не знаю, эти деньги и время потратите на эмоции, на позитивное. Там мальчика недавно показывали, спортсмена, 20 лет, по-моему, у него рак печени. Я говорю, ничего не сделать. Пусть он эти 2 месяца проведёт с родными, с близкими, дома, но не в операциях и не в больнице погибнет. Что ты думаешь? В итоге я вижу, что там сборы начинаются. Его турки к себе забрали, кучу денег взяли с него тупо на обследование, просто на обследование. Обследовали, прокрутили. Теперь ещё давайте сбор на это, на это. В итоге ничем не закончилось. Он умер через эти 2 месяца, только всё это время он провёл вдали от близких, в больнице. Тут скорее вот смотри, я понимаю, о чём ты говоришь. Ты говоришь, вот у нас есть имидж. Но вопрос же вот в чём. Помимо имиджа есть взаимодействие с медициной. Вот то, о чём ты говоришь. Вот эти троечники, двоечники, да, они, конечно, есть. Которых мы все видели, когда тоже учились. Мы видели всех этих людей. Допустим, когда я учился, я видел всех этих людей, которые учились в медицинских вузах, которые также платили деньги за экзамены, за зачёты. И мне кажется, это тоже откладывается. Да, конечно. Твоё личное взаимодействие. Плюс ты знаешь, как устроено, как там учат. И, соответственно, вот у тебя складывается такое недоверие условно, глобально. Вот у тебя есть врачи, у тебя есть пациенты. Тут же вопрос, а как его побороть? Ну, то есть, ты говоришь, давайте, если прекратить по телевизору пропагандировать, что снимать фильмы про хороших врачей, это поможет как-то? Ну, про плохих же помогло сделать плохую репутацию. Понимаешь, есть такая история, что искусство, оно не способно, по моему мнению, зажечь. Я не про фильмы. Я просто тебе говорю, зажечь. То есть, если у тебя было... Вот ты походил в поликлинику, тебя раз, хреново, два. И какие-то... Просто у каждого есть такие истории. То есть, понимаешь, ты же в своей жизни сталкиваешься с разными людьми и запоминается, поверь мне... Плохое. Плохое, конечно. Ну, типа вот мне вырезали аппендицит, и плохо его сшили. И пришлось два раза перешивать. Я это помню на всю жизнь. А вот какие-то другие разы хорошие почти не запомнились. Потому что там было всё нормально. Там было всё нормально. Я дальше пошёл по своим делам. А то, что мне вот под местным наркозом заново зашивали, и ты такой, типа, не очень приятно, когда в тебя копаются без общего наркоза. Удивительно, по крайней мере, ощущение. А мне знаешь, что ещё удивительно? Я работаю в государственном учреждении. Есть операции, которые я в государственном учреждении делать не могу. Это пластика-косметика. Там мы с моим братом пластических рук, допустим, хотим увеличить пациенту пенис. Есть такие операции. Позже поговорим об этом. Плюс консультация. Сейчас ковид был, я не могу консультировать там, а люди хотят, чтобы не было пересечения потоков. Соответственно, я по субботам частные клиники принимаю. И люди, которые приходят, платят за операции, они пришли к тебе, выждали две недели в очереди, заплатили. Они безумно тебе благодарны. И гораздо менее благодарны люди, которым всё досталось бесплатно. Это же условно бесплатно. Ты же с зарплаты своей платишь налог. Да, да. Но это вот, кстати... У нас в голове, что это бесплатно. Не бесплатно. Ты платишь налог. Это хорошая, интересная мысль. Вот то, что ты сейчас показал. Это прям крутое наблюдение. Что ты в одной клинике к тебе прям такое отношение серьёзное. Всё здесь у нас, типа, за деньги. Всё. А в другом месте то же самое фактически. Но у тебя это просто... Ну, чтобы далеко не ходить. Вот сегодня у меня пациентка, допустим, выписывалась. Я её неделю назад сделал очень сложную операцию на почке. Я ей сохранил почку, убрал опухоль из этой почки злокачественную. Ей 45 лет. Сказал, всё, вы здоровы, всё. Ну, можно же зайти, сказать, доктор, спасибо, всего доброго, до свидания. Я не говорю, торт мне принести. Нет. Ну, вот по-человечески. Можно? Вот у меня кабинет, стена, а за стеной у неё палата. Вот самая ближняя палата. Я в выходной день приезжаю её посмотреть, трачу своё время. То есть, делаю то, что не должен делать. Она, может быть, не обязана ко мне зайти и попрощаться со мной, но можно хотя бы фамилию. А не как... Вот я люблю историю рассказать, у меня друг есть, доктор. И пациент трижды у нас уже лежал. Его, он трижды оперировал. Он лежал по 3-4 недели. Я на обходе спрашиваю. Я знаю, кто его доктор. У нас на двери табличка. Я говорю, кто ваш доктор? Ему 50 лет, по-моему. То есть, он в себе. Он говорит, хер его знает, кто вот такого роста армяшка каждый раз лечит. Ну, что это такое? Хорошо. Окей. Поправь меня, если я некорректен. У уролог для мужчин это примерно то же самое по количеству профилактических посещений, как, наверное, для женщин гинеколог. Можно, конечно, пореже. Я так скажу. Но проблем именно те, которые не приведут к смерти или к отсутствию длитородной функции, у нас меньше. Реже встречается. А, и, собственно, поэтому реже. Ну, у женщин бывает проблема, у них бывает проблема, допустим, с либидо. Не хочется. Ну, ты слышал, у женщины, у которой проблемы с потенцией. Чтобы влагалище закрылось, и все, вставить не могут. Все, как у нас. У нас не работает, ты сексом не займешься. Или там у них же такого не бывает. То есть, у них проблема другого немного плана. Но чтобы вы понимали, сейчас, конечно, феминистки меня заклюют, но мужчина – это эволюционирующая женщина. Потому что яичники спускаются вниз, половые губы срастаются, появляется мошонка, клитор гипертрофируется, появляется член. То есть, в принципе, органы те же. Просто они чуть-чуть продолжают свое развитие, и появляется мужчина. Да. Но, тем не менее, мужчинам в плане профилактики нужно ходить. Как часто? Как часто. Ну, во-первых, когда болит, когда что-то беспокоит, когда появляется то, чего раньше не было. То есть, не надо ждать, пройдет, не пройдет. Нет, это понятно, здесь скорее вот такое. Это первое. Это вот когда... Почему обычно приходит? Причем приходит тогда, когда уже не первый раз стрельнуло или что-то посинело, а когда уже попробовал погуглить, полечить, потерпеть, перетерпеть. Я просто потом покажу фотографии, чтобы вы понимали, с чем могут доходить и рассказывать, что это не беспокоит. Нет, спасибо. А так, не, вы удивитесь, насколько. Я говорю, да. Например, мы представляем. Меня даже представиться не можем, удивишься. Но. А Планово, да, которое, вот ты говоришь, приходи, у женщин свое, у нас свое. У нас, в принципе, вот смотри, нас в школе все же смотрят, перед военкоматом нас смотрят, у кого-то болезнь доходит. Часто с варикоцели, допустим, тоже находят, когда перед армией обследуют мальчиков, яичко пощупали, варикоцели есть отправили, а так бы не нашли. Да-да-да, я помню, что это было. Это когда яичко спущенное, да? Ну, когда яичко. В принципе, та же диагностика, возможно, не обязательно в военкомат, когда ты поступаешь, а просто там пойти в ультразвук сделать. Я бы рекомендовал хотя бы раз в 2-3 года сходить к врачу, особенно если вы живете половую жизнью, то вообще можно, в принципе, каждый год это сдать на половые инфекции. Вот это вот, знаешь, парень был на всю субботу на премию, говорит, у меня 4 партнерши, не предохраняюсь, но доверяю, вот анализы, и даю там 4 из 12 возможных возбудителей половых инфекций. Я говорю, ну, как так? Ну, что значит, доверяю, не доверяю? Понимаю, есть болезни, которые можно таблеткой вылечить, а представляешь, ты говорю, схватишь ВИЧ какой-нибудь, да, и что будешь потом делать? Твоя жизнь, ну, считай, разделится на до и после. Поэтому если живешь половой жизнью регулярно, особенно если случаются случаи, когда ты не предохраняешься, то, ну, как минимум, раз в полгода, раз в год регулярно, если тебя ничего не беспокоит, и если ты все-таки, допустим, случился, не знаю, случайный секс, да, не знаю, после клуба где-то не предохранялся, и не надо ждать, пока с конца закапает огнем, сходи, проверься, да, хотя бы, и не обязательно к врачу бежать, сходи один раз, пойми, как обследоваться, да, вот он тебе объяснит, что сдавать на инфекции. Сдал, посмотрел, есть проблема, пришел, показался. Не надо каждый раз приходить, доктор назначить, он каждый раз будет инфекционно пациентам давать. Да, и мой вопрос, почему нам все-таки всем мужчинам достаточно стрёмно посещать уролога, и почему люди доходят, когда, ну, посинело и отваляется. Да, слушай, ну, менталитет у нас такой, это же у нас в стране только так, это раз. Во-вторых, ты знаешь, что профессии андролога официально не существует? Я так понимаю, это венеролог. Ну, есть уролог, андролога нету. У меня есть курсы по андрологии, да, я разбираюсь в андрологии. То есть, вот венеролог – это человек, которому… Венеролог – это, по сути, кто инфекции лечит. Да, человек, который, когда уже все болит. То есть, уролог – это человек, который, типа, осматривает. Уролог – это кто лечит по мочеводящей пути почки, половой член, яички, мочевой пузырь. Венеролог – это кто лечит, ну, по сути, венерические заболевания. А андролог? Андролог – это кто занимается бесплодием, репродуктивной функцией, гормонами. Но, по идее, у нас этим занимаются частично эндокринологи, и то не очень хорошо. В Германии или в других странах есть сертификат, то ты придешь, у тебя написано «уролог» или «андролог», а у нас только «уролог» или «эндокринолог». То есть, официального сертификата нет, и вот эти все врачи, по большей части, в том числе и самоучки, это если профессии-то нет официально, это о чем мы говорим, чего мы от пациентов хотим, если у нас официальной андрологии нет. Есть только детская андрология, это пороки всяких развития, взрослые нет. Хорошо. А вот мы сейчас, смотри, ты говоришь, менталитет – это только у нас. Это правда только у нас? То есть, у нас как бы не ходят, потому что стремно и ждут до последнего. А в той же Германии мы ее много вспоминаем. Раньше бы пришли. Ну, ты же видел видео русских туристов, допустим, в Турции, и, наверное, реже какие-нибудь англичане себя так ведут, на что мы способны и на что они способны. Мы гораздо дальше можем зайти, чем они. Это не только в плане того, сколько выпили, а что мы можем сделать. Вчера видео мне показывали, русский турист пошел покататься на жирафе. Он к клетке подошел, перелез, сел на жирафа, поехал на нем, жираф его скинул, он еще раз залез на него. Мне кажется, такие вещи в трезвом состоянии может только русский человек делать. То есть, наш менталитет отличается. И отношения, мне друг говорил, вот в Америке, допустим, если парень узнает, что ты доктор, все, ты доктор Тимур, и все, и ты все время будешь доктор Тимур. Вот в боулинге ты все равно доктор Тимур для него. И, допустим, у тебя юбилей, тебе 30 лет исполнилось, все пришли, а лучший друг не пришел. Почему? У меня визит к врачу. О, какие проблемы? Ты что, визит к врачу? А у нас записываются, не приходят, даже не позвонят, вызванивают их. То есть, отношения, но и на маленьком уровне, и на крупном уровне. То есть, здесь, допустим, лежать в больнице, где тебе жизнь спасли, и написать жалобу на врача, что каша холодная, это за милую душу вообще. А ты думаешь, что это вот... Ну, ладно, вот так. Тебе не кажется, что просто мужчины у нас слабее относятся? Ну, во-первых, мужчины живут меньше женщин у нас в стране, ощутимо. Слушай, но это же не только из-за здоровья. Да, но вот вообще отношение к своему здоровью у мужиков. Туда еще можно добавить уровень жизни российского мужчины, он намного ниже, допустим, чем среднестатистический уровень жизни американца, немца, израильтянина. Хуже еда, хуже климат, тот же, там, витамин D, ты меньше получаешь. Больше деремся, больше в ДТБ погибаем, больше преступности, там, всякие поножовщины. Поэтому мужчины гораздо чаще гибнут, в том числе от какой-то бытовой причины. Там, с крыши упал, потому что полез туда что-то там делать, женщина реже от этого может погибнуть. Просто я говорю, вот нет ощущения, что, типа, в целом мужчинам, типа, больше пофиг именно на здоровье? Ну, конечно, есть. Знаешь, выражение есть, я не помню, когда точно, что любой мужчина – это выживший мальчик. Да и в природе так же. Да, это понятно. Да, там же, типа, есть, что в популяции в среднем, там, на какую-то долю, на процент, что ли, мальчиков рождается больше, или, там, на 5 процентов. Но их должно быть поровну, да, но мальчиков рождает больше из этих соображений. Чтобы, типа, они гибнут чаще, поэтому в целом там к репродуктивному возрасту уравнивается это отношение. У меня, кстати, мы тут просто с Тимуром вот в каком контексте это обсуждали, что здоровье мужчины, оно устроено так. Если стоит, то здоровье. Да, нет, мы говорим о термине «мужское здоровье». Вот «мужское здоровье» – это такой термин, как нам кажется, что у него такой идет стереотипный шлейф, что «мужское здоровье» – это исключительно про потенцию. То есть, если у тебя ноги нет, но член стоит, все в порядке. Ну, это, мягко говоря, не так, потому что очень часто бывают, приходят у них жуткие анализы, а его вообще ничего не беспокоит. Бывает наоборот. Он приходит, у него куча жалоб, у него, в принципе, хорошие анализы. Простой пример, часто привожу, на Востоке, знаете, были гаремы, и там всегда был человек, который смотрел за гаремом, которому отрезали мужское достоинство. Отрезали именно мужское достоинство, а не яички, потому что даже в отсутствии яичек эрекция часто сохраняется, потому что критерии потенции – это такой плавающий, к сожалению, паттерн, и очень сложно. Иногда бывает, чуть-чуть тестостерона выделяется за счет надбочников, т.е. связь есть, но она не прямолиняя, не нужно на это ориентироваться. Если бы можно было только по жалобам ориентироваться, никто бы не сдавал кровь на тестостерон, потому что стоит, не стоит, стоит, все, тестостерон не будем проверять. Но так это не делается, к сожалению, или к счастью, может быть. Плюс любые анализы – это все индивидуально. Допустим, вот он придет ко мне, он говорит, не стоит. Я говорю, ну, давай анализы посмотрим, говорю, по анализам все хорошо, иди отсюда. Нет, по анализам стоит, да? Да, по анализам должен стоять. Такой вот, вот же. Вот же, все стоит. Не ври. Т.е. тебя же не устроит такой ответ? Нет. Нет, ну мы-то скорее вызвали. Мы говорим про стереотипное такое, стереотипный шлейф культуры, т.е. мужское здоровье. Опять-таки, возвращаясь к рекламе, как бы средств от или для потенции, как правильно говорить, там постоянно говорится, вот это словосочетание – мужское здоровье. И как будто бы оно в сознании, вот это словосочетание работает именно, вот как я и сказал, мужское здоровье – это исключительно про потенцию. Слушай, ну мы по телевизору это часто слышим, а в школе тебя чего-нибудь учили этому? Разве? А почему нет? Почему не рассказать, как должно быть? Нет, не учили. В школе вообще не разговаривают. Что является нормой? Вот из этого уже даже проблем много исходит. Конечно, нет. В школе про здоровье не очень хорошо учат. Это как бы объективный факт. У нас же секса нет, и его до сих пор нет во многих, особенно в кавказских школах каких-нибудь. Дети из капусты появляются. Просто я тут такую историю вспоминал, что, короче, рог у носорога, да, это на самом деле, он из того же материала, что ногти. То есть, он такой, на самом деле, огромный ноготь. Вот. Их довольно много добывали, да, исключительно из соображений, ну, что это типа его размалываешь, и у тебя средства в Азии для потенции. А как бы этих слонов добывали для другого, чтобы там из них что-то вырезать. В какой-то момент рынок бивней слоновой кости почти полностью схлопнулся, потому что никому не нужны больше шахматы из слоновой кости, ручки из слоновой кости. Всем уже насрать. Вот. И у тебя возникла задача. Вот у тебя есть бизнес, он схлопнулся. Что делать? Вот. Нашли выход. Это оказалось. Ну, как бы берут слоновую кость, трут, и уже порошок продается как порошок для потенции. Более того, это оказалось на порядок прибыльнее, да. И была прекрасная новость, что там типа был такой метаанализ, который показал, что охотники за слоновой костью, они сейчас работают как картели. То есть, раньше у них не было такого. Раньше это были банды, они ловили слонов, убивали. А сейчас это серьезные бизнесы. То есть, одно подразделение запугивает этих депутатов, другое запугивает тех, кто охраняет это. Тот кого-то убивает. Эти убивают слонов, эти возят кость. То есть, там... Там есть подразделение, которое внушает населению. Да, конечно. И, судя по всему, есть маркетинг, который говорит, вот на самом деле кости нужны для этого. То есть, из-за вот этой вот истории, да, что просто есть что-то, что поможет, да, ну, как бы слоны продолжают умирать. Понимаешь? Вот какая... Как бы... Когда мы говорим про мужское здоровье, настолько это сильная, сильная мотивация, что тебе достаточно сказать, что вот это помогает, и множество людей не будет задавать вопросов. Андрей, что это у нас на столе? Я знаю, что это, но нам нужен очень плавный вход в рекламную интеграцию. Андрей? Да. Это ирригатор? Ирригатор. Потрясающая вещь, ребят. Объясняй. Нет, что объяснять? Я, во-первых, считаю, что если есть такая какая-то штука для того, чтобы ухаживать за полостью рта, это нужно использовать, потому что там зубная нить, зубочистка, она не очень ухаживает, зубная щетка. Зубная паста. Зубная паста, зубной порошок даже подойдет. Непосредственно сами зубы. Сами зубы. И сами десна. Тоже необходимы для того, чтобы за ними ухаживать. Есть же еще полоскание для рта. Вот ирригатор, это классная штука, у меня когда-то давно был, у меня какое-то время не было. Он, например, у меня зубы кривые, ну, объективно так. И когда еда застревает, то есть зубная нить, если я пытаюсь что-то достать, она часто повреждает десна. А ирригатор у меня получалось, ну, как вымывать. Вот. Это опыт моего использования. Вот. Это штука, которая просто устроена, струя воды, да, ты там, соответственно, можешь чистить зубы струей воды. Слушай, это даже больше похоже на массаж. Знаешь, моменты? На гидромассаж. То есть, ты когда чистишь ирригатором зубы, у тебя достаточно приятные ощущения. Это тот случай, когда понятный полезный прибор. Многие стоматологи говорят о том, что зубы тоже надо правильно чистить. И многие стоматологи говорят о том, что вот мы как чистим зубы. Я думаю, и ты, и я примерно одинаково чистим зубы. Это максимум минута. Ну, максимум. Две. Максимум две. Многие стоматологи советуют чистить чуть ли не пять минут определенным образом, с определенным таймингом. То есть, верхняя челюсть определенное количество времени, нижняя челюсть другое количество времени. То есть, почистить правильно щеткой зубы – это достаточно сложный и трудоемкий процесс. Но вот как раз таки ирригатор от этого нас избавляет. Всем, кто ставит брекеты, всем сразу говорят, что нужно пользоваться ирригатором. Вообще просто профилактика. Всем, кому ставят виниры, всем, кому ставят импланты, им всем первую мочу, им всем советуют пользоваться ирригатором. То есть, это крайне полезная вещь. Ну, еще это подарок. Еще это подарок. Да, видишь, вот это типа большой, здесь три насадки и маленькие, которые можно брать с собой в поездке. Поэтому тебе большой и тебе же маленький. Спасибо, отлично, все. Окей, мы вчера когда готовились, обсуждали, корректно ли тоже это спросить, какие самые распространенные, или это опять тоже индивидуально, самые распространенные заболевания касаемо урологии мужчин до 25? Слушай, есть многие болезни, про которые ты слышал, есть многие, про которые ты не слышал. То, что течерное есть плановое, экстренное, то, с чем часто мы сталкивались, когда подежурили в экстренной андрологии, допустим, перекрутое яичко. Яичко провернулось, и сосуды, которые его питают, они, можно сказать, в узел завязались, яичко остается без питания. Самое главное – быстро приехать, не терпеть, чтобы раскрутить. Как это происходит, перекрутить яичко? Есть предосположенность у тебя вырожденная, и вот однажды это случается, это может во сне случиться, это может во время игры в футбол случиться, часто это проснулся, болит. Самое главное – быстро доехать, чтобы раскрутить. Иногда ходят по 2-3 дня, потом уже открываешь машинку, оно черное, а там счет на часы идет. Иногда даже, когда наркоз не было возможности дать, потому что пациент поел, мы под местной анестезией делали операцию. Это как вопрос о том, что, знаешь, как говорится, лучше один раз вовремя, чем три раза хорошо. Это простой пример. Второе – это травма любая. У меня диссертация по перелому полового члена. Да, его можно сломать, и можно так сломать. Истории тоже есть. Хочешь, могу какие-нибудь рассказать. У меня спрашивали, что такое перелом? Это разрыв белочной оболочки, и кровь, которая плотно наполняет кавернозные тела, начинает изливаться. Развивается баклажанная деформация. То есть, член становится такой по размеру. Мне нравится формулировка «баклажанная деформация». А похоже, потому что на баклажан, как на большой баклажан. Это прямо медицинский термин «баклажанная деформация». Ну, в кавычках, ну, да. Уау, бедные баклажаны. Разрываются. Кровь начинает изливаться под кожу, на мошонку. Да-да-да. Разрывается мошонка. У меня случаи были тоже там, допустим, в сауне с мужиками где-то они были, и там с проститутками. Сломали, никому неохота домой ехать. Дали ему банку. Говорит, вот положи в банку, утром поедем к врачу. Они приехали, а банку снять уже не можно. Знаешь, какие-то арбузы, которые в банках выращивают. Он привез, а он такой трехлитровый банк заполнил уже. Саша, это очень на байку похоже. Ты серьезно? Серьезно? Серьезно. А если у меня, допустим, редкие случаи, как можно сломать, ну там рукой у меня были, ломали, это самые такие нередкие вещи, был тот, который шейкером сломал, мастурбировал. Звук знаешь, на что похож? Вот на такой звук примерно. Иногда есть, иногда нет. Как плохо. Да, и там операцию надо делать, надо снимать кожу до основания, там эти дефекты, ушивать. И приезжают иногда, смотрю, там с баклажана приехал. Где, да вот, в кусты пошел пописать, писал, там комару кусил, почернел. Я говорю, жена, выйдите, пожалуйста, супругу вагоняю. Я говорю, давай рассказывай. Он говорит, ну ладно, расскажу, вчера сломал, домой приехал, спать лег, утром жену будет, смотри, почернел. А у тебя прям диссер про это был. Да, у меня самый большой опыт в мире. Да, больше меня в мире никто их не... Почему? Потому что по нескольким... Ну, по Москве и по Московской области все, что ломалось, привозили конкретно в одну больницу. А если вот любого уролога взять и спросить, сколько ты переломов за жизнь видел? Он там, либо вообще не видел, либо, может, одного и то не оперировал, а просто видел. Не всегда, когда стоит, это хорошо. Преопизм – это патологическая эрекция. То есть, когда член встал и не падает, чем плохо? Потому что... А это из-за чего? За стойкой? Ну, вот преопизм часто бывает из-за тромбоза. То есть, тромб появляется, кровь не оттекает. И у тебя член в ишемии находится. То есть, новая кровь не приходит, старая не уходит, и идёт повреждение ацидоса. Ну, вот как на руку жгут наложить, ничего хорошего уже не будет, здесь то же самое. И здесь нужно откачать, побороться. Так мерзкая болезнь вызывает с дома. И ты вот с этой эрекцией борешься, промываешь её... А это прям вот типа тромбоз – это вообще у людей склонных к тромбозу, или это вот... Чаще всего после запоя. Да? Да, у запойных алкоголиков. То есть, это ещё локальный тромбоз, то есть, такой специальный. То есть, у них не бывает типа тромбоза, что... Не, ну, может, в ноге, в руке, но именно эрекция, патологический полиопизм, бывает именно изоотромбоза, который там встречается. У алкоголиков именно запойных часто бывает. И там вначале ты, если это пытаешься промыванием полового члена вылечить, то есть, специальные растворы, которые кровооржижающие содержатся, сосудосуживающие препараты, то потом это уже хирургическая операция. Если он больше суток так проходит, ну, казалось бы, эрекция, что такого там, да? Ну, вот она уже болезненная становится, то потом уже потом эректированная дисфункция развивается. Погибает коверная ткань, и член уже не встает. В Америке даже если больше суток вот с таким приопизмом приезжают, они сразу протез ставят половой члену. Про это пусть хочешь потом тоже расскажу. Да, не можем сейчас, да? Ну, сейчас очень интересовало еще что-нибудь, какую-нибудь болезнь. Из редкого, да? Ну, часто привозили с травмой тоже любители в бутылку засунуть или кольцо надеть, бензопилами, циркулярками. Мы вызывали МЧСников, и там это все в приемной происходило. Травмы разные, укушенные раны, рваные раны. У меня был пациент... Ну, всем интересно же, что-нибудь такое смешное. Две истории расскажу. Допустим, пациента привезли, у него мошонка порвана и яичко висит. А он такой, знаешь, худенький-худенький, щупленький. А я говорю, что такое? Жена, говорит, дернула. Причем дернула, не снимая штанов с него через джинсы. А я говорю, что... И там, говорим, на ноги следы. Жена, кажется, член сборной СССР по метанию ядра. Знаешь, вот она такая не худенькая, крупная дама, и она пьющая, и она как выпьет, она его бьет, оказывается. Вот она черной раз выпила, мало того, что ее побило, дернула за мошонку, оторвала кусок мошонки, скоро он вызывал от соседей, она там спать легла. Это из лайта. Почему все эти истории похожи на выдуманные? Да, есть история. Я тебе говорю, никто... А я тебе скажу, у меня есть подруга, когда была молодая, она всегда попадала в какие-то приключения, и она когда рассказывала это приключение, я ей говорил, типа, ты пизднишь. Ну, я вот это просто слушаю. Она рассказывает честно, но ты вот смотришь и думаешь, слишком много деталей, здесь лишние персонажи, поворот. Ну, типа, ну ты что, если бы это было в сериале, ты бы сказал, чувак, это вот, ну... Это неправда. Это такая херня, убери. Убери это из сценария, давай сделай что-нибудь нормальное. Знаете, отвлекаясь от темы, расскажу такой факт. Вы знаете, что... Меня больше всего поразило, что мошонку можно порвать рукой, ну, то есть, сильной рукой. Через джинсы. Ну, это вообще уже запрещено. Но ты говоришь про механические повреждения. Давай еще одну... Подождите, вообще кожу, ее же сложно порвать кожу. Можно, можно. Человеческая кожа, она так просто не рвется. Рвется. Рвется? Рвется. У меня был даже случай, когда мужик с тестем дрался, тесть его ногой бил, они пили на кухне, в семейниках сидели, и он исхитрился снизу укусить его за висящую мошонку из-под семейников, откусив кусок. Ну, всякие случаи бывали. Каждая эта история, каждая эта история. Вот одну расскажу, и ты вот точно скажешь, что это не может быть, но очень много свидетелей... Потому что до этого, типа... Нет, я не представляю, как это все происходит. У всех есть коронная история, там есть коронная история. Дежуре как-то привозят мужика, говорят, там, Александр Гудеевич, спуститесь, травма мошонки. Я прихожу, смотрю, лежит, бледный, как простыня, кровь потеряла дофига. Вот такого размера примерно мошонка. У мошонка особенность натянет слегка. А мошонка – это примерно что? Сейчас, мошонка... Нет, смотрите, я сейчас пытаюсь разобраться. Мошонка – это что? Мешочек. Мешочек-то, да. А-а-а, всё, я понял. Да. Он уже в твою голову примерно даже побольше, наверное. Наполненный. Да. Я говорю, что случилось? Я смотрю, поднимаю простыню, а там два разреза на мошонке и, знаешь, зажим есть, и кольца зажима торчат с одной стороны и с второй. И вот из-за этой гематомы, из раны. Я говорю, что, как, почему, рассказывай. Ну, говорит, вот там с девушкой сексом занимались. Ну, вот, в общем, она мне яйца отрезала. Я говорю, как яйца отрезала? Там, привязала, мучила. Да нет, говорит, меня это возбуждало. Вот, как бы, с моего согласия отрезали яйца. Я говорю, слушай, говорю, ну, как это с твоего согласия яйца отрезали? Что-то, говорит, не то. А он еще такой, смотрю, знаешь, ручки бритые, лобок бритый, татуировка бабочки на лапке. Ну, как, странно как-то все. Поднимаем в операционную, мошонку откроем, яйца реально нет. Нет яиц. Ну, что делать? Перевязали сосуды, он там чуть не умер, потому что много крови потеряли. Я говорю, куда дел яйца? А там, две секунды, вот такой образ. Смотри, там до хрена сосудов. Ну, там основные... Я просто к тому, что любое такое повреждение, ты прям... Ну, потому что ты рассказываешь, баклажан выглядит смешно. Кровь льется литрами, я правильно говорю? Ну, то есть, ты как бы и приходишь с баклажаном, это же твоя кровь. Ты знаешь, это закон подлости. Всю жизнь о переломе не знала, через неделю позвонив мне скажешь, сломал фиолетовый. Не дай бог. Смеяться не будешь. Конечно. Я серьезно, я вообще не смеюсь. Мне все это очень интересно. У нас в «Н плюс один» есть отдельно раздел про всякие удивительные медицинские штуки. Там типа про то, как чувак однажды выкошлял слепок легкого. Это один из моих любимых историй. Там было какое-то сочетание, что у него, в общем, набралась кровь. Все равно он кашлянул. И прям натурально слепок такой выкошлял. Все-таки он круто. Он, правда, умер потом. И вот меня интересует, там же сколько нужно крови, чтобы ты умер потерять? А это все иногда можно потерять литр-полтора за короткий промежуток времени и от этого умереть. То есть, если это дольше... Перелом вообще. Перелом членов. Перелома не умрешь. Не умрешь. Там не потеряешь столько заразов. А вот если отрезать яйца... Если истечь крови, да, можно... Там сосудов нормально. То есть, он вполне... Ну, там есть крупный довольно сосуд, который может... Но он приехал цвета тетрадного листа. Я говорю, куда дел яйца? Говорю, колись. Мы сейчас будем ментов вызывать, потому что это членовредительство, как бы без вариантов. В прямом смысле. Да, мы обязаны вызывать. То есть, вот мошонку кто оторвал, мы тоже вызывали. Он говорит, ну ладно, ладно скажу. Говорит, у меня есть молодой человек. Мы, говорит, с ним уже два года, я его очень люблю. И я говорю, а яйца при чем? Я, говорит, в последнее время стал засматриваться на других мужиков. И у меня стало желание сексуального характера появляться к другим мужикам. Я говорю, ну... Я решил, что если я это от себя отрежу, то у меня это уйдет, потому что я его люблю, я не хочу ему изменять. Я думаю, ну дальше. Я... А раньше газета была такая из рук в руки. Он, короче, подал объявление, нашел, это 2009 год был, нашел девочку, которая два года когда-то в медицинском отучилась, как это в фильме «Жмурки» вызывали этого врача. Я помню его. Короче, они договорились, по-моему, 15 или 20 тысяч рублей она приехала там со своими вещами в гостиничном комплексе Измайлова. И я вот тебе матерью своей клянусь, ты знаешь, как это мог, значит, это вот до слова все правда, вот ничего не приукрашиваю. Расстелили простыню. Я почему знаю, потому что потом с следователями разговаривал, показывая. Расстелила простыню, положила его, обложила мошонку льдом, без обезболивающего, знаешь, вот есть эти лезвия квадратные, разрез на одной половине, на второй, достала яички. С двух сторон. Да, с двух сторон. Обычными нитками перевязала справа-слева, отрезала. Я говорю, и как? Она, говорит, мне вот в стакане их дала. Я говорю, а ты куда дел? Я, говорит, их пошел в унитаз смыл. Потом у него сорвалась нитка с одной стороны, и начало все это хлестать. Он там кровью залил полномера, она куда-то там в рану засунула зажим, бросила его, вызвала скорую и уехала. Про тебя надо сериал делать. А ей срок же светит за это? Слушай, думаю, что да, это чиновредительство. Какой нормальный я думаю. Ну, как ты вот напишешь бумагу, я согласен, чтобы ты отрубил мне руку, я же тебе руку отрублю, как бы, ну, малыш, ты согласен, не согласен. Да, понятно, понятно. Да, и потом он долго меня преследовал, чтобы я ему... А, кстати, у него в этот вечер были билеты то ли в Турцию, то ли в Египет, где было 45. Я говорю, а почему ты лучшую страну не выбрал, где хотя бы попрохладнее было сраной, свежей лететь? Ну, я, говорит, хотел там отлежаться, потому что я с мамой, с папой живу. Взрослый мужик, кстати, и чтобы ты не думал, что это какой-то социальный тип, он какую-то должность, по-моему, в банке занимал. Тебе не кажется, что это все от адского невежества? Что вообще такое в голову может прийти? Это как-то вот надо максимально какие-то вещи не понимать. Слушай, я вот эту историю другу рассказал, он где-то там в Инстаграме маленькое короткое интервью снял, выложил. И после того, как он это выложил, он меня тоже спросил, почему. Я сказал, что потому что, скорее всего, не знал, куда обратиться, что сделать, как побороть эту проблему. И на следующий день мне в Инстаграме пишет девушка и говорит, у меня есть проблема, я хочу обратиться, стесняюсь, договорить, и она говорит, мне нужно яйца отрезать. А я смотрю, я в жизни бы не подумал, в жизни бы не подумал, что у нее может быть мошонка. Она на гормональной терапии, у нее грудь, она реально женщина. И вот она обратилась, у нее по паспорту она женского пола уже. То есть, все сменил. Да, все можно, сменил, уже все придет, отрежем. Ну, слушай, просто это как-то особенно удручает, потому что хочется, знаешь, всегда в таких маргинальных ситуациях хочется найти, что человек безумный, поехавший. Но это всегда проявление, это как радикальное проявление какой-то более общей проблемы. И более общая проблема состоит в этом, что человек не знает, куда ему пойти, не может про это поговорить. Это то, о чем мы начали. Это ты логичный ответ ищешь. А бывают случаи, когда меня спрашивают, почему. Я говорю, зачем ты пытаешься понять то, у чего логического мышления нет. Он приходит, у него... Вот все, что я вам сейчас скажу, я потом покажу на фото, если малейшие сомнения были. Спасибо, я уже попал отдаю. Вот такая вот мошонка. Вот не меньше, я тебе клянусь, вот такая, может быть, даже больше. То есть, у нее даже ноги не сходятся, она до колен. И он говорит, что ему не мешает. Вот скажи, вот как она может не мешать? Ну, значит, как? Ну, вот так, не мешает и все. Вот уперся. Или там рак полового члена обычно там что-то вскочил, сразу прибегают. А, там, спасите, помогите. Ну, страшно же, что-то появилось, чего не было. Ходят, 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 жена приводит за ухо, живут там в частном доме, состоятельные люди. Мы, говорит, не спим, в доме запах, вся простыня постоянно испачкана, домработница показала, у него что-то там не там. Он открывает, а у него члена нет. У него нет члена, он у него уже отвалился. Там вот такое вот дупло, треть мошонки, это вот мешочка осталась. Дыра откуда-то, оттуда, из вот этого дупла сгнившего течет моча. И это же не какой-то там бомж, да, это человек, который где-то работает, что-то делает. Он просто боится, страшно, знает свой, возможно, диагноз. Ну, вот видишь, ты сейчас рациональные вещи говоришь. Боится, страшно. Ну, почему? Неужели настолько страшно, чтобы до такого дотянуть? И тут хочется сказать, что это же вопрос о чем? Это вопрос о том, что всегда такое безумие будет. Главное, чтобы его было сравнительно мало. То есть, это же такой типа, плюс это ты оказываешься в там замкнутом круге. Сначала ты типа не пошел, а потом уже как-то и неудобно. Вот так. Уже и поздно. Уже и поздно. Мне кажется, все еще боятся в таких случаях осуждения врача. Это правда. Ну, как он отреагирует. Как он внутри отреагирует. Не осудит ли он. Как вы могли. Даже не хочу на вас выйти. Слушай, я тебе скажу, что я вот у меня... Мне не очень всегда комфортно. Ну, это как мы перед стоматологом просто идеально вычищаем зубы. Понимаете? Нет, но как бы это... Это чья-то шутка, возможно, ребят, если что. Ну, или не шутка, что перед приходом клинера ты убираешься дома, чтобы не стыдно было. Я тут как-то рассказывал в одном из подкастов, у меня неожиданно ни с того, ни всего, ни с того, ни всего начал выходить камень из почки. Просто на ровном месте я смотрел переоцененный сериал «Эйфория», лежа на диване. И просто в один момент у меня начало болеть. Я не знал, что это. Я рассказывал в одном из подкастов это. И потом, когда мне сказали, что у меня там камень, он выходит, и он уже у меня там мочевом, мне сделали какую-то мини-операцию. И у меня в голове не укладывалось, как он там появился, потому что я, как и говорил на полном серьезе, думал, что камни в почках появляются, когда ты ешь камни. Ну, упрощенно. В ходе исследований мне посоветовали там сменить питание, возможно. Не сменил ведь ничего? Нет, честно скажи. Нет, сменил. Сменил? Мне сказали, что, возможно, это из-за кофе, который очень много пил, возможно, там из-за чая зеленого, который я тоже... Шоколад еще, возможно, даже сказали. Да, вот я хочу спросить, мы как-то видели, где ты рассуждал на тему 5 вещей, от которых мы должны отказаться в плане еды, т.е. любой мужчина. Давай поговорим об этом. Т.е. еда – это же очень важный аспект этого всего. Конечно, важный. Понимаешь, людей все больше становится, потребность в продуктах растет, а возможность воспроизводить еду, она не успевает за темпами роста населения. И что происходит? Рыба должна созревать быстрее. Овощи должны расти быстрее. Процент испорченных, допустим, клубни должен быть меньше, чтобы их не ели какие-то паразиты, жуки. Соответственно, применяются антибиотики, генномодифицированные продукты. Но это вот в плане выращивания. Плюс хранение. Заморозка. Т.е. с холодильника достал. Вот сам процесс заморозки, сам процесс термической обработки еды перед тем, как упаковать. Процесс готовки. Это все портит. И в итоге по факту ты не получаешь... Да, там вот в смузи содержится, возможно, куча полезных овощей, фруктов. Я не знаю, с чего оно. Но по факту это, возможно, уже... Это не бабушкины фрукты, не бабушкины овощи. Там уже изначально ничего не было. А уже в процессе вот этого приготовления смузи, туда еще сахар, скорее всего, добавили. Ничего полезного этого нет. Т.е. мы часто покупаем красивую упаковку и думаем, что все, теперь вот с утра выпил этот пузыречек кисломолочный, и все хорошо у тебя. Это не так. И следы этого, и в том числе того, что происходит вокруг, я вижу и врачи видят в мужском организме, в особях мужских. Ну, простой пример. Ты знаешь, что норма спермограммы пересматривалась уже несколько раз? Расскажи нам, что такое норма спермограммы, потому что... Смотрим под микроскопом и говорим, что в миллилитре должно быть столько-то миллионов, количество активно подвижных должно быть столько-то процентов, по объему эвакулята должно быть столько-то. И есть нормы, минимум, максимум, которые считаются, что это адекватный показатель для того, чтобы у тебя не было проблем с детьми, обусловлен твоим мужским фактором, пересматривали, через 20-30 лет еще раз пересматривали, все хуже, хуже, хуже. И вот то, что сейчас считается нормой, много-много лет назад считалось это каким-то жутким кошмаром. То же самое с уровнем тестостерона. Да, вот есть минимум, максимум желательный. И я же вижу, с чем приходят. Приходят ребят 20-25-30 лет на профилактические, в том числе, осмотры, ни у кого нет. В середине, в верхах 80% тестостерон оставляет желать лучшего, да даже посмотри, как сейчас мужики выглядят по большей части. Либо лишний вес, либо очень худой. Крайне мало спортивных ребят. Я не говорю о тех, кто стероиды употребляет, колется, а именно генетически. Вот это деревенский, здоровый, крепкий мужик, который там и с плугом поработать можно. Посмотри, ну, тут поколение хипстеров наших. Что он там с плугом сделает? Ничего хорошего. Поэтому... Я, между прочим, хипстер, я умею красить даже. Да, а в плане продуктов, понимаешь, вот нельзя там топ-5, топ-10. Ну, давай, самое распространенное, сахар, зло, белый, сахар. Нет яда, нет лекарства, есть доза. Доза. И лекарство может быть ядом, если ты аспирин съешь, там, не знаю, 50 таблеток, ты, может быть, умрешь. А от одной таблетки тебе, может быть, станет хорошо. То есть, и сахар можно чуть-чуть просто. Понимаешь, вот этими абсолютами самое главное не несу, что... Ну, три ложки сахара в чай. Ну, если это как бы в сумме, там, с утра и днем ты такой чай выпил, ничего страшного. Окей, мясо. Мясо. Слушай, ну, красное желательно, конечно, ограничивать двумя разами в неделю. Белое, в принципе, можно спокойно есть. Я понимаю, сейчас модно веганство, вегетарианство. Я не сильно большой сторонник, особенно в виде их анализа, они большая часть в дефицитах находятся, особенно по железу. То есть, красное мясо ему же еще не нужно. И желательно, чтобы оно было не пережаренным, а вот... Да, но при этом я где-то слышал, что ты рассказывал, что мы человек по определению падальщик. Падальщик. Слушай, ну, у тебя выпустят дикую природу. Какого хищника ты победишь? Я? Я вообще не им мясо. Ну, вот представь, да, вот эти там... Да, вот подручные средства, палки, камни, вот кого ты убьешь? Не, ну мы вообще с... Барца, льва, я не знаю. Мы вообще с Андреем сторонники теории, что охотники-собиратели это вообще лучший период человеческого здоровья. Мы даже никого догнать не сможем. Ну, люди отличаются хитростью, понимаешь? Они могли загонять животных, мало ли что они могли делать. Представляешь, слона загнать, а мамы-то... Ты видишь, ты сразу берешь и типа такой радикальный... А если суслик? Понимаешь, мы очень долго созреваем, долго растем. А вот в таких загонах мамы-то человек, который для того, чтобы до половозрелого возраста созреть, одного мамы-то съесть, которого за 3 месяца съедите, у тебя 5 человек погибло, которые 20 лет каждый рос. Ну, я в это не верю. Я верю, что, скорее всего, мамы-то где-то ногу сломал и умер, они его съели. Что в яму может быть какой-то со временем. Но вот если в древние времена посмотреть... Ну, мы бы вымерли, если бы такими способами искали себе пропитание. Мы, скорее всего, прятались по пещерам. Орехи, корнеплоды, трупы ели, возможно. Но вот именно... Зайцы. Чего тебе не нравятся зайцы? Что-то сразу... Зайца догнать надо, бро. Не, ну, там, я не знаю... Вот догони зайца. Обязательно. Не вариант догнать. Конечно. Ну, типа, могли на что-нибудь помельче охотиться. Понятное дело, что... Я просто согласен, что человек всеядный. Не, рыба может охотиться, но 90-го, я думаю, процентов рациона, это было то, что мы нашли, сорвали, подняли, за кем-то доели. Рыба. Например, рыбу. Ну, какая рыба? Чем ты ее раньше ловил? Ничего нет. У тебя палка вот есть? Да, ну, так даже микроритет справляется с рыбой. Ну, я к тому, что... Типа, я согласен, что всеядный. Я просто к тому, что не надо наших предков принижать. Тоже могли что-нибудь убить. Чего ты сразу... Не, могли, но все-таки, по большей части, не мясо мы едем. Молочка. Молочка. Знаешь, двойственное отношение. Во-первых, такой пример есть. Назови мне любое взрослое животное в дикой природе, которое пьет молоко. Не потому, что там человек коту на что-то налил. Вот пьет молоко. Не назовешь, такого нет. Есть молочка, есть кисломолочка. Кисломолочку я, в принципе, довольно-таки хорошо к ней отношусь, уважаю. Молоко нет. Вот именно молоко, да? Именно молоко нет. Потому, что вот это все, даже собственное молоко, когда мать до 3-4 лет кормит грудью, это не очень правильно. У нас есть барьер, который обычно к 9, к 10, к 12 месяцам у всех по-разному, он закрывается. Вот эти все полезности, они не проходят. И с годами, я думаю, у многих у меня, допустим, молочка не усваивается, потому что я давно от нее отказался, именно молоко. Я, когда его употребляю, у меня сразу метеоризм, потому что у меня нет фермента, который усваивает молоко. И с годами его становится меньше, 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 меньше. Ферментазы. Ну, да. И я не вижу смысла, на самом деле, кроме как то, что нам годами продуктовое лобби навязало то, что молоко нужно, молоко... Ну, это же огромные тоже деньги в том числе. В каше. А что в каше? А? Что молоко в каше? Молоко в каше? Я не употребляю молоко в каше. Хорошо. Молоко в кофе. Я миндальное, допустим, такое, соевое. Молоко в кофе чуть-чуть, да, но обычно же как, литр молока, хлопья пол-литра. Ну, это не очень полезно. Плюс очень многие продукты у нас вызывают скрытую пищевую аллергию. Обычно как? Да, есть аллергия или нет? Выпил, всё, не задохнулся, не кашляешь, всё хорошо. А есть продукты, которые ты даже не понимаешь, что у тебя есть аллергия. Она у тебя годами копится. А как это проявляется? Проявляется, ну, возможно, вот у него кожа не очень хорошая стала. Сухая? Сухая, прыщики где-то полезли. Сонливость у него. Он выпил молока в стакан, и днём какая-то небольшая сонливость появляется. Там отёчность небольшая какая-то, которую ты даже не ощущаешь. То есть, есть тесты, которые проверяют твою кровь. Ну, кто-то в них верит, кто-то нет на иммуноглобулинахостон. То есть, кровь сдаёшь, смотрят на какие продукты у тебя есть скрытая аллергия. Что можно исключить полностью, что нужно умеренно снизить, что нужно по максимуму употреблять наоборот. Поэтому, ну, в плане молока, опять-таки, чуть-чуть, пожалуйста, но злоупотреблять и там говорить, что это суперполезно, и я в это не верю. Ты знаешь, были исследования, которые говорили, что курить полезно ли здоровье? Знаешь, да, когда табачное лобби... Да, в 60-х, по-моему, первая серия сериала «Мэдмен» про именно это. Полезно ли говорить? Как раз про первые исследования, что... Курение. Да, вредно, но табачное лобби хотела до этого момента делала так, что не говорила, нет-нет, вот, допустим, «Лаки Страйк» полезен. Да, да, мыли исследования. «Кэмо» плохо. А скажи мне, вот у меня такой вот вопрос. А вот это же такая довольно... Мне всегда было интересно. Я вот... Когда ты говоришь про какой-то совет, да, ты же исходишь из каких соображений, ты... Что-то вот есть какие-то результаты, и у тебя есть условно-клиническая практика, правда же? Симбироз, симбироз. Я понимаю, я просто, прости, закончу эту мысль, что чаще всего просто за этим, вот, когда доктор дает советы, найти однозначного, знаешь, научного подтверждения, ну, как бы, чаще всего этого нет. То есть, нет стопроцентного... То есть, ты вот дал совет, и вот можно его полностью сложить из науки, потому что так жизнь устроена, что, ну, для того, чтобы, ну, там, например, если мы хотим изучать воздействие какого-нибудь продукта, надо изучать это не год, не два, а желательно 20 лет. Вот первые лангтитюды, длинные исследования, они сейчас вот заканчиваются, да, и мы что-то узнаем. На самом деле мы, ну, ни хрена не знаем про то, как это все работает. Вот. Но вот такие советы, это же, как вот я говорю, это вот всегда симбиоз, да? Слушай, ну, вот про прививки ты говорил, да, полезно, не полезно, но никто же не знает, как вот прививка от короны сработает по факту, никто же не знает, что будет через 5 лет, через 3 года, не знает, мы только знаем вот в краткосрочной перспективе и надеемся, и вроде бы не должно. Ну, представляешь, если бы я тебе, допустим, делал операцию и говорил бы, ну, я надеюсь, и вроде бы не должно ничего пойти не так. Я надеюсь, салфетку я вас не забуду. То есть, мы все равно привыкли к какой-то уверенности. И, допустим, ну, твой вопрос, тебя что вот именно конкретно больше интересует? То есть, почему так? Нет, мне просто интересно, как вот у тебя эти советы складываются. Мой опыт раз, который я получил в течение жизни что-то, пробуя на себе, смотря, видя, потому что часто то, что пишут в книгах, вот как табачное лобби, исследование дела, оно отличается от жизни. И некоторые советы, вот я не люблю в интернете давать советы, потому что обязательно будут какие-то говнари, которые прочтут где-то какое-то исследование, а на любое исследование будет всегда противоречащее исследование. Либо ты доверяешь специалисту, либо ты пришел к врачу и слушаешь его совета, и не пытаешься найти опровержение, либо не доверяешь, это не твой доктор, не приходи к нему. Поэтому я обычно, если говорю, я в этом все-таки уверен и стараюсь информацию не из одного места использовать, потому что про то же, вот меня часто спрашивают прививки, за или против. Вот смотри, я посоветую, почему я воздерживаюсь, я не сказал, что я против прививки, но не сказал, что за. Вот человек послушает, пойдет, сделает, а у него осложнение пойдет, оглох он от прививки, все, дедзария козел. Другой не сделает, заболел и тоже оглох от болезни уже самой, тоже дедзария козел. Поэтому, когда меня спрашивают, я воздерживаюсь, это не моя специализация, не моя компетенция. Я не хочу быть невежественным. Я 100% в этом не уверен. Я не хочу, чтобы мои знания, в которых я полностью не уверен, не распространены дальше. Во всем остальном я стараюсь именно на опыт. Потому что у нас часто бывают врачи. Знаешь, как у меня друг, хороший пример приводил. Тренер по плаванию, который научит грибок делать, дышать. Все по книге. Прямо идеально про технику все расскажет. А сам в ванной утонет, потому что никогда в жизни не плавал. У нас то же самое в экономике, в политике. Часто руководят люди, которые в своей жизни даже маленьким ларьком не руководили. По бумагам. Знаешь, должно быть вот так. А в реале это совсем по-другому все получается. Как должно быть. Даже дорожное движение посмотрим. Если вводить, как написано в ПДД, ты точно попадешь в аварию. Ты где-то должен резко затормозить, где-то дать газ. Где-то возможно даже на красный вперед проехать, если видишь, что сзади не оттормаживаются. То есть, не всегда то, что в книге, это то, что в жизни на самом деле. Поэтому есть такая вещь, как опыт, собственное мнение. И иногда, к сожалению, не всему мы находим подтверждение. Многие хотят, вот докажи. Не всегда получается. Потому что иногда я говорю то, что на самом деле по фактам в книгах, по фактам в исследованиях немного уходит в сторону. Практика показывает, что... Вот исследования говорят, это не работает, добавка. Ну, работает. Ну, работает. Но не в плацебо дело. Работает. Реально чувствует. Реально работает. Ну, вот как быть. Но это забавно. Это потому, что у тебя, ну, как бы у врача другая задача. Ученый изучает... Ну, как бы вообще наука изучает явление. Она изучает окружающий мир. А врач, в общем-то, лечит людей. И это очень важная разница. Потому что если ты, например, пришел и там положил на человека руку, да, там, и вознес молитву, и он вылечился, это лучше, чем ты пришел, сказал, молитва не работает, и он умер. Понимаешь, да? То есть, как бы это вот та вещь, которая как раз отличает врачей. Они все равно находятся вот тут на границе, да? То есть, как бы они дают... Вот ты говоришь совет. Ты говоришь... Вот даже эта формулировка. То есть, мне, например, она, понятное дело, недоступна даже для понимания. Типа, конечно, вот говорят, не работает, а я верю, что работает, да? То есть, у меня просто... Я знаю, я пробовал, я на себе пробовал. А я тебе говорю, а у меня просто даже в жизни нет такой ситуации, когда бы я сказал, знаешь, типа, верю, верю, вот что это работает, потому что я не обладаю должным опытом. Это прикольно. Окей, поговорим про тестостерон. Я так понимаю, это один из самых основных мужских гормонов. Да, это так и есть. Это так и есть. Да, вот. И помните, про женщину говорил, которая на самом деле была мужчиной. Вот, пожалуйста, мужчине дали женские гормоны, убрали мужские гормоны из организма, и он превратился в женщину. Женщина то же самое. Вот кто качается, девчонки, да? Все они мужские анаболические препараты, андрогены принимают, у них начинают усики расти, у них начинают мужские черты лица становятся. Ну, видели, наверное, да? Лоб больше становится, скулы шире. Мышцы же это не единственное проявление мускулинизации. Это в том числе волосы, фигура, голос. Голос тоже слышали, меняется. Есть же даже в природе животные, у которых, когда последняя самка умирает, или последний самец, у них в стае идет гормональная перестройка, и там самка становится самцом. Мне кажется, вообще про гормоны надо делать отдельный выпуск подкаста, но давай пробежимся просто по верхам. Тестостерон основной мужской гормон, который как бы олицетворяет мужскую силу, под словом мужскую силу мы имеем в виду, и как бы силу физическую, и потенцию, и физическое состояние. Я прав? Да, и то, какая у тебя кожа, и то, какие у тебя волосы, и то, насколько ты в том числе привлекателен. Это то, о чем ты знаешь. То, насколько вкусна еда даже, то, насколько ты получаешь удовольствие от жизни, то, насколько хорошо ты спишь, а не встаешь ночью мочиться, то, насколько ты восстанавливаешься, то, насколько в тебе много энергии, желания, потенции, возможности не только сексом заниматься, проект какой-то поднять, что-то сделать, запустить. Поэтому успешный мужчина – это чаще всего мужчина с хорошим уровнем тестостерона. Мы говорим, условно, Марк Цукерберг, у него хороший. Слушай, но ты на него смотришь, он может просто живет режимом овощи, но именно уровень тестостерона у него может быть хорошим. То есть, внешние проявления… Это всегда внешние. Не всегда. То есть, у человека, может быть, он может быть половым гигантом и при этом быть худым парнишкой безмышечной массы. Мышечная масса – это первая твоя генетическая особенность, и твой ответ, то есть, гипертрофия мускулатуры на фоне нагрузок. Но если ты не даешь нагрузки, и ты будешь колоть тестостерон, то вполне возможно, что ты даже не наберешь ничего. Мы говорим про ЗГТ. Тестостерон. Как поддерживать правильный уровень тестостерона? Мы сейчас не говорим о заменительной гормональной терапии, мы говорим просто об обычных вещах. То есть, нужно ли делать постоянно анализы, мерить уровень тестостерона? Расходятся мнения, жалоб нет, ты не пойдешь давать. На самом деле надо. Надо даже, убедившись, что все хорошо, надо все равно сдавать. Я называю тестостероновым паспортом, потому что, смотри, сегодня у тебя все хорошо, завтра у тебя все хорошо, и ты каждый год ходишь, знаешь, ты видишь, что примерно уровни одинаковые, может быть незначительное снижение. И в следующем году у тебя чуть-чуть еще снизилось, в принципе, в норме, но у тебя уже появляются жалобы. Потому что, чтобы понять, что является для тебя нормой, что было для тебя нормой, когда у тебя не было жалоб, у тебя все было хорошо, мы должны знать, с чем ты до этого был. Основная проблема в том, что люди иногда приходят, показывают свою норму, и ты не понимаешь, что у него было 3 года назад. Возможно, он жил всю свою жизнь с тестостероном уровнем 30, а сейчас пришел, там норма 12-13, у него 16, вроде бы норма, но для него это не норма. То есть, тестостерон не может вырабатываться просто какой-то жизнедеятельностью? Он вырабатывается у тебя в яичках, пиковые значения с утра. То есть, если ты хорошо поспал, остановился, у тебя тестостерон с утром максимально. Поэтому все анализы мы рекомендуем сдавать с утра. Еще люди рекомендуют, почему там не тренироваться, или сексом не заниматься. Потому что и секс, и тестостерон, и секс, и спортивная нагрузка, они снижают уровень тестостерона. Поэтому говорят, 2-3 дня без секса, без спорта, и с утра сдаем. Но я обычно так не делаю в последнее время, максимум один день, а иногда даже говорю в обычном режиме. Потому что часто бывает, он 2-3 дня повалялся на диване, ничего не сделал, ел, отдыхал, пришел, сдал, у него тестостерон окей. Но живет он другой жизнью. Да-да, это к слову о норме. Да, живет он другой жизнью. Он живет там, мало спит, много работает, много стресса, мало отдыхает. И мне неинтересно, какой у него тестостерон, когда он супер восстановлен. Мне интересно, что у него в повседневной жизни, тогда, когда у него есть жалоба. В кризис момент. Это то же самое, что у тебя будем проверять уровень тестостерона, когда ты на Бали полетел, 2 недели куражишься, отдыхаешь, и мы пойдем утром смотреть уровень тестостерона. Слушай, а мне почему-то казалось, что как раз-таки после зала, когда ты там попереносил все эти тяжести, уровень тестостерона подскакивает. Вот так это выглядит. То есть, отскок идет. У тебя трата в зале, в период восстановления, при адекватном питании, при адекватном сне и еще ряде факторов, у тебя идет гипервосстановление. То есть, потратила условно 5, восстановила 7. Поэтому, допустим, когда качают большие группы мышц, ноги, иногда вот прямо есть разница в плане либидо. Скачок либидо на следующий день или к вечеру. В самом зале тратишь. Поэтому после зала часто бывают проблемы. Ребята приходят, говорят, у меня 5 тренировок в неделю, прихожу домой, каждый день тренируюсь, после зала ни секса, ничего не хочу, сил нет. Часто проблемы на самом деле не в уровне тестостерона, у него нормальный тестостерон, а в том, какие потребности он вызывает в организме. Он тренируется 7 дней в неделю, потому что он насмотрелся, не знаю, Ютуба, и он считает, что он будет ходить каждый день в зал. Он будет отлично себя чувствовать, отлично выглядеть. А это не так. Три раза в неделю – это, по сути, такой средний показатель физиологического уровня нагрузки. Никакие 5-7 раз в неделю у натурального... Но это мы про качалку конкретно говорим. Да не обязательно. Любой вид физической нагрузки. Та же работа грузчика, может быть, у него. Она съедает, у него тестостерон. У него он в норме, но он его столько тратит, что организм, выдавая то, что является нормой для среднестатистического человека, и для него было бы нормой, его генетика не вывозит. А как он тратится? Как конкретно? То есть, какой путь? Вот он выработался в яичках, дальше что с ним происходит? Выработался в яичках, во-первых. В яичках есть два пула клеток. Есть клетки ледика, есть клетки сиртоли. Клетки ледика – это клетки, которые образуют тестостерон. Клетки сиртоли – это которые участвуют в сперматогенезе. Их, во-первых, плотность всегда с годами меняется. Не так, что они работают, их количество с годами меняется. Если у женщин устроено так, что они до 40, допустим, 50-55 менструируют, а потом как-то резко это происходит, то у нас это происходит чуть иначе. Мы увядаем. У нас не происходит, что до 55 ты орёл, и потом резко с утра встал, ты чувствуешь, что у лебедя на нулежка. Да, потихонечку, медленно-медленно-медленно функция угасает. Ну так, вот он выработался, дальше что? Циркулирует по организму, циркулирует он в двух фракциях – связанный и не связанный. Кстати, вот здесь интересный факт про биологические часы. Работает тестостерон, тот, который тратится на физическую активность, на восстановление, на взаимодействие с клетками, это свободный тестостерон, этот в чистом виде. А есть ещё связанный. Связанный – это тестостерон плюс определённый белок. Он называется секс-связывающий или глобулин-связывающий половой гормон. И с годами вот этого белка становится больше. И даже при том, что у тебя уровень тестостерона остаётся, возможно, вот последние 20-30 лет тот же, но процентное соотношение свободного и связанного меняется. И забавный факт, что цифры вот этого ГСПГ в лабораторных показателях, они примерно равны возрасту. То есть, в 20 лет у тебя цифра этого ГСПГ 20, 67, у тебя 67. Но бывает, ребята приходят в 20 лет, а у них ГСПГ 55-60. И при том, что тестостерон вроде норме, свободного нет. Почему? Ну, генетическая особенность, проблемы с печенью какие-то. А связанный он для чего? Не работает. Он не работает, он связанный. Я говорю, что про гормоны надо делать отдельный большой подкаст. Подожди, я закончу, мне интересно. Хорошо. Вот, связанный он, как он... Просто циркулирует, он не работает, он в нейтральном... Я понял. А вот несвязанный, чистый, вот он как тратится непосредственно физически? Заметный генетический 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 генетский генетический 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 г Много мышц и мало жира – это нарушение законов природы. В природе цель выжить, а не быть красивым. Окей, как раз таки давай поговорим про заменительную гормональную терапию. В простонародье это называется химичица. Почему? Сразу скажу, есть курс, есть заместительная терапия. Знака равно, между ними нет, не должно быть. Что такое заменительная гормональная терапия? Вот у тебя должно быть в крови 30 для комфортной полноценной жизни. А у тебя 10. При норме от 12-13, но в твоём возрасте это должно быть условно 20-25. Ты компенсируешь дефицит, находясь в референтных значениях. То есть, находясь в физиологических значениях. То есть, имитируешь идеальные условия, получая ты сторон извне, потому что у тебя, допустим, девочка за 20 тысяч рублей в гостинице Измайлом отрезала яички. Понял, да? О, кстати, вот такой вопрос. Подожди, вернёмся. А типа он может потенциально сидеть на тестостероне, ну, то есть, колоть его, и у него всё будет нормально, то есть, функции будут сохраняться. А, при этом, всё равно, откуда он тестостерон получает. То есть, как бы у него сперматозоиды вырабатываться не будут? Нет, нет. Это называется принцип обратной связи. Организм не понимает, что это свой тестостерон или чужой. Он видит, что его дофига. И видя, что он дофига, он думает, зачем мне вырабатывать так много. Да, я вот выделяю гормоны гипофизом, которые регулируют вот эти клетки Лейдига и Сертоли. ЛГ и ФСГ. Два гормона. ЛГ за тестостерон условно отвечает, ФСГ отвечает за сперматогенез. Ты начал употреблять экзогенный тестостерон, у тебя ЛГ и ФСГ упали в ноль. Яички перестают работать. Окей. Да, и, соответственно, что происходит, когда долго яички не работают? Ткани, яички могут атрофироваться, уменьшаться, яички могут. Я спрашивал, у него с отрезанными яичками всё будет работать, если он будет принимать тестостерон. Член будет работать, конечно. А детей, понятное дело, не будет. Да, это просто похожая же история есть с серотонином. Нет, не с серотонином, с кортизолом. Потому что кортизол похож на кофеин. Вот если ты пьёшь много кофе, у тебя, соответственно, количество рецепторов увеличивается. Потому что у тебя типа этот. А потом, когда в результате у тебя получается, что... Вообще там истощение идёт. То есть ты постоянно стимулируешь, стимулируешь, стимулируешь надпочечники свои, то они изнашиваются, а потом тоже просто на кофе переставишь реагировать. Да, переставишь реагировать, да. То есть просто толерантность появляется, да? Ну, типа такая, да. Типа тебе нужно больше и пейзже. Окей. Курс. В простонародье химическом. Курс – это цель нездоровья, вы сами понимаете, да. Это мышечная гипертрофия, либо... Не только курсят же бодибилдер. У нас в голове всегда курс – это бодибилдер. Да-да-да, мы хотим вот именно вот этот вопрос, да. Курсить могут и, допустим, пловцы, и велосипедисты, особенно часто тоже курсят. Боксеры, борцы, да кто угодно. Любой вид спорта. Я не знаю, в шахматах, может, не курсят. В Афе и даже флюз. Ну, факт. Члены сборного по кёрлингу наши, по-моему, дисквалифицировали или что-то в крови нашли. Кёрлинг, казалось бы, да. Смотря что является допиком. А, мы говорим так, да, смотря, просто я под словом «курс» имею в виду как раз-таки тестостерон заменяющий. Потому что в России, будучи спортсменом, ты должен, помимо того, что тренироваться, ещё и работать на жизнь, зарабатывать. Потому что спорт тебя, скорее всего, не прокормит, и спонсоров не будет. И ты много работаешь, мало отдыхаешь, много тренируешься. Тебе нужно огромное количество, чтобы было супервосстановление и не сыпаться. Ну, это понятие, когда большой объём мышечной массы был при маленьком объёме жира. То есть, нарушать физиологию человека. Есть пример, я его тоже люблю очень, называю, ну, закон джунглей. Представляешь, да, то есть, ты вот высадился в джунглях, вертолёт сломался. Ты выпал, лежишь-то, ну, всё. В каменных или в обычных? Ну, в обычных джунглях далеко. Километров 600, да? Ну, достаточно далеко. В районе Выхина. Ну, окей. Да, и ты вот среднестатистически такой парень. Ну, может быть, чуть-чуть потолще будешь, да, килограмм плюс 10. И тебе, ты знаешь, что цивилизация там, да? Вот ты оттуда прилетел, тебе нужно месяц идти туда. Соответственно, вот как у тебя голова работает, у многих. Я сейчас буду идти, я буду мало есть, я буду создавать дефицит калорий, стрессовые условия, физическая активность. И я буду идти хорошеть, у меня будут мышцы оставаться, жир будет уходить, я сдохну через неделю от голода. Организма цель выжить. Ты будешь идти, у тебя первое, что будет избавляться при таких стрессовых условиях, это мышцы. Поэтому люди, которые неправильно занимаются, вот там 7 раз в неделю, мало есть, что они хуже начинают выглядеть. Потому что мышцы уходят в первую очередь при таких стрессовых условиях. Но мы когда, организм же, он воспринимает информацию через рецепторы. И он, ну это по сути математика, 2 плюс 2 будет всегда 4. И ты создавая условия джунглей, холодильником, кардио каждый день по 3 часа делая, ты почему-то ждешь, что реагировать, находясь, потому что в квартире находишься, он будет по-другому, он не будет по-другому реагировать. И вот чтобы сломать этот закон, то, что много мышц и мало жира – это нарушение закона физиологии, ты начинаешь использовать ряд препаратов, которые будут помогать тебе вот в этом путешествии идти близко к концу твоему. Твое мнение частное по поводу этого в итоге. Я просто слышал и тоже читал, и что в определенном возрасте прокурсить это даже полезно. Ну, не согласуюсь. Опять-таки, омолаживает организм, человек начинает себя лучше чувствовать. Ну, на период курса – да, ты понимаешь, здесь же такая вещь, то есть ты садишься на курс, это же временно, чем курс от ГЗТ отличается? ГЗТ – это не на 2-3 месяца, ГЗТ – это ты сел и остался на нем, и будешь на нем 20, 30, 40 лет. Ну, это прямо необходимость медицинская ГЗТ. ГЗТ, если медицинская, есть необходимость, потому что, к сожалению, возрастной андрогенный дефицит мы побороть пока не можем. Кто-то придумает, как восстановить уровень тестостерона, побороть биологические часы, я думаю, ну, Нобелевскую премию – это минимум, что он получит. В твоем случае, представляешь, ты ходишь с тестостероном пограничным, 20-18, вроде нормальный, садясь на курс на 3 месяца, как бы ты ни берег свои яички, принимая препараты, которые будут их поддерживать, ты же с курса слезешь, это же курс, это не ГЗТ, и ты попытаешься вернуться на свой тестостерон. Или, скорее всего, просядешь. То есть, если орган какой-то долго не работает, он уже не будет явно лучше работать, он не передохнет, он будет хуже работать, чем было до. Поэтому, если в возрасте, ну, я всегда говорю, когда садитесь на курс, будьте готовы к тому, что слезая с него, вы получите результаты в плане гормонального фона хуже, чем вы садились до. Лучше, может быть, в редких случаях, тогда, когда ты похудел, поменял образ жизни, образ питания, и за счёт этого вкупе ты стал его больше выделять, меньше тратить, но не за счёт того, что ты на курсе трубы прочистил, у тебя всё хорошо прошло, пошёл, опять-таки, и плюс, когда ты курсишь, 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 ты привыкаешь к другим уровням, к другим ощущениям, к другому качеству секса, потом тебе уже не будет подходить, и даже тебе будет казаться, что что-то не так, даже при нормальной физиологической уровне. Мы сейчас не говорим про анаболики, да? Нет, курс – это всегда анаболический препарат. Это анаболический препарат. Ну, анаболики, андрогены. Ну, ты сейчас только что сказал, что ведь опять-таки распространённое мнение, что когда ты принимаешь анаболики о сексе, можно забыть. У меня нет, наоборот, хочется. Проблемы все, мифы, что у качков не стоит, не стоит, когда они слазят, когда они находятся на послекурсовой терапии, либо неправильно слезли. Если всё грамотно, то у тебя на курсе стоит хорошо, а после курса стоит обычно. Не стоит у тех, кто просто, знаешь, как часто любят борцы, особенно, там, поколол, просто бросил, у тебя собственный, он же в нулях, потому что ты на искусственном сидишь, ты искусственный из крови убрал, а, собственно, ничего не сделал, чтобы восстановить. Естественно, они ходят с нулём, ходят месяц, два, три, потом приходят, теряют всё, что набрали, всю форму и говорят, спаси, помоги. Если ты делаешь всё грамотно, вот этого спада, в принципе, нет. И на курсе, наоборот, гиперсексуальность. Окей. Что? Отлично поговорили. Мне кажется, ли он так вокруг да около думает. Нет, нет, нас смотрит много мужчин, это распространённая тема. Это выпуск выйдет к 23 февраля, я считаю. Ну, как бы, я очень много этого слышу вокруг, очень много это слышу, у меня много друзей-спортсменов, я слышу эти разговоры, мне просто было интересно. Самое ужасное, знаешь, что именно друзья-спортсмены чаще всего там что-то подсказывают, помогают. Самый большой, наверное, минус, это в том, что эти препараты, которые все используют, чаще всего это тренер достал, кто-то откуда-то принёс, это же не в аптеке покупать, Бог знает, что там. Грязное бывает масло, реакция, ну, просто реально грязь, то есть, делают укол, там абсцесс надувается сразу. Иногда ребята, которые только первый раз что-то пробуют, какие-то гигантские дозы прописывают, либо там ПКТ неправильно, потом у него гин вырастает, или там не контролируют женские гормоны на курсе, потому что излишек мужских гормонов, когда их очень много, организм будет превращать в женские гормоны. И на курсе, если это именно на курсе, нужно принимать препараты, которые будут контролировать женские гормоны. При некоторых, там это один препарат, иногда это там ещё... Да, я просто исключительно от того, что это достаточно неоднозначная тема вообще в целом. Да, если решил, то хотя бы делай с минимальным вредом для здоровья. То есть, ну, не так, что там сосед по качалке подсказал. Потому что я помню, я дома этот планшет открываю, а у меня у мамы, она не может закрывать страницу. Ну, не знаю, привычка, раньше только планшетом научилась пользоваться, открываешь планшет, а там 80 страниц открыты. Я прихожу, там... А, да, их же... Ну, типа и понятно, почему, да? Их закрывают же, они типа нужно открыть эту, и вот так их закрывают. Их закрывать, а она просто новую, 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 новую. Я чищу, смотри, там, признаки, что твой сын принимает анаболики. Как понять, что твой сын использует? Я столько боролся, на самом деле, мне и протеин высыпали там, и что только не делали. Ну, у нас всё равно к качкам же предвзяты отношения, вы же прекрасно понимаете. У нас ко всем предвзято. Ко всем. К богатым, к успешным, к качкам. Не, ну, очевидно, если мы в зале видим... У нас убогих любят. Ну, смотри, ну, очевидно, если мы в зале видим человека, у которого огромные мышцы и много прыщей, ну, очевидно, очевидно, что он как бы... Не заботится о своей коже. Шанс на это довольно высок. Ну, если это профессиональный атлет, да, если это человек, который к этому осознанно подошёл, это его выбор, как выбор, курить или не курить. И в отличие от курения, приём анаболиков пассивно ни на кого не распространяется, да. А что временее, приём анаболиков или курение? Слушай, ну, я думаю, что на самом деле и то, и то не полезно. У них просто свои минусы у каждого. Но я бы выбрал всё-таки, наверное, приём анаболиков, ты хотя бы красиво будешь. Да, я понял. Где... Хорошо, если мы не говорим о химии, как брать естественный тестостерон? Он есть где-то? В каких он продуктах? Надо просто понимать, что нужно создавать условия, чтобы твой организм... Как мне говорят, я хочу почиститься. Вот, почистить кишечник, там шлаки сидят. Нет там никаких старого куска бутерброда, который не вышел. Самые лучшие способы почистить, это дать твоим органам внутренним сделать свою работу. Дать нормально работать почкам, дать нормально работать печени, дать нормально работать кишечнику. То есть, допустим, хочешь почиститься, сделай день отдыха от тяжёлой еды или просто посиди на воде. Ты новые токсины, новые шлаки, новые продукты не закидываешь, и организм выфильтровывает то, что у тебя в крови уже есть. Потому что любой продукт, допустим, суперполезное мясо из Мироторга, оно всё равно превращается в азотистые основания, в шлаки, и почки должны это выводить. Ты просто сутки даёшь перерыв, чтобы организм то, что есть, всё старое из себя вывел. И тестостерон, если взять, он на основе цинка. То есть, цинк – это основной микроэлемент, который ты должен потреблять. Его сложно, на самом деле, с продукциями получать. Даже с БАДами сложно получать, потому что он много с чем не усваивается. Ты выпил БАД, при этом кофе попил, чай, и он может вымываться из-за этого. Поэтому его обычно рекомендуют цинк принимать на ночь и на голодный желудок, на пустой желудок. И плюс, опять-таки, я какое-то интервью давал и сказал, что надо потреблять холестерин, потому что холестерин влияет на уровень тестостерона. Уровень тестостерона действительно адекватный, требует достаточного поступления именно жиров в рационе. Уровень жиров в крови при этом, т.е. холестерина, как основа того, с чего синтезирует тестостерон, он, в принципе, не меняется практически. Он зависит от твоего рациона процентов на 5-10. Но при этом практика показывает, что когда у тебя в рационе дефицит жиров, у тебя почему-то именно процесс выработки тестостерона страдает. Есть люди, которые придерживаются кето-диеты. Это когда ты отказываешься от углеводов, употребляешь в основном белок, и как основной источник энергии – жиры. У них тестостерон растёт. Это хороший способ поднять уровень, собственно, тестостерона. Допустим, решил подсушиться, на какой-то период времени сел на кето-диет, у них растёт тестостерон. Поэтому, опять-таки, то, что в книгах одно, практика показывает другое. То есть, жиры в рационе, цинк, достаточный сон, обязательно достаточный сон. Правила сна должны быть соблюдены. Вот ты не спишь, да, ты мне сказал? Я последние, признаюсь, две недели очень плохо сплю. Очень плохо спишь, ну, надо... Причём всё по науке. Прохладное помещение. Правда, нет, там диван, к сожалению. Поэтому, наверное, плохо. Я очень хорошо сплю. Ты очень хорошо спишь. Я хорошо сплю. Меня раздражает единственное, что детей надо водить в школу. Я бы ещё лучше бы спал, если бы не надо было. Круто. И как раз последний вопрос. Он из детства. Мастурбация вредна? Слушай, опять-таки, в чём-то полезно, в чём-то не полезно. Есть, допустим, проблемы, которые формируются из-за патологической мастурбации. Надо просто понимать, что животные даже мастурбируют. Я думаю, ты видел в зоопарке, там, мартышка играется со своей писькой. Ну, ты хотя бы видел. Ты видел. Я был в большем количестве зоопарков, чем ты, судя по всему. Я был в двух зоопарках, не видел. Я в каждом городе, куда приезжаю, я обязательно хожу в зоопарк. Есть патологическая мастурбация. Бывает, приходят ребята, говорят, я там половой жизни не живу. Вот была попытка, и не получилось. И вот я после этого три года только мастурбирую. Всё нормально. А как начинаю с партнёршей, мне с ней не так приятно. Не те ощущения у меня не получаются. То есть, патологическая мастурбация, она мешает иногда начать половую жизнь. То есть, бывает, действительно, у человека 5-7 раз в неделю мастурбирует, и при этом с супругой спит. 5-6 раз в неделю. Да, и при этом с супругой раз в 10 дней спит, и у него проблемы с потенцией, с либидом. Потому что он мастурбирует, я не знаю, на какие-то жёсткие видео. То есть, психологическая адаптация к рисункам. В детстве, допустим, тебя возбуждало намёк на голую грудь. В школе показали... Слово «секс» возбуждало в детстве. Сейчас ты капитан дальнего плавания, тебе уже надо что-то большее. То есть, с годами все рецепторы, в том числе и сексуальные рецепторы, я их тут тоже называю, они тоже оттупляются немного. То есть, у тебя и еда не такая вкусная, и вещей тебе так сильно много возбуждающих уже будет меньше. И мастурбация, если она патологическая, это плохо. Если выбрать... Что значит патологическая? Ты выбираешь дрочку. Тебе надо идти на работу или подрочить, и ты выбираешь подрочить? Сколько времени обычно занимает подрочить, чтобы отказаться от целого рабочего дня, Андрей? Просто вопрос. Не знаю, может быть, человек к этому серьёзно подходит. Он готовится. Там и подборку видео. Есть же, например, 5 минут. Есть патологическая привычка к порну, например. Да, да, да. Человек постоянно смотрит. Да, да, да. Даже обычно смотрит, и вот он с порно может, бесспорно он не может. То есть, это и физическое, и психологическое. Конечно, конечно. Плюс многие... То есть, это нельзя чисто на психологию списать, потому что человек к каким-то вещам привыкает. То есть, тоже физиология. Да, часто приходит, говорит, у меня проблема с потенцией, наверное, дело в гормонах. Сможем гормоны, всё нормально. И один из вопросов, который я всегда задаю, говорю, при мастурбации нормально всё? Он говорит, да. А при сексе с партнёршей нет. Сразу падает или не встаёт, не могу. А тут никогда не бывает. То есть, это такие вещи, ориентиры, которые... Вот простой пример того, что действительно здесь может получаться, здесь не получаться. Я им рекомендую хотя бы снизить, делать это реже, чтобы начать жить нормальной половой жизнью. Обычно это именно у молодых чаще всего. То есть, это 18-20 лет он только начал. То есть, партнёрша у них там получается раз в 4 недели сексом заняться, когда родители куда-то уезжают. А рукой он Егор Кулимонец каждый день, допустим. Я это называю... Душить удава? Нет. Окунулся в удивительный мир мастурбации. Спасибо тебе огромное за этот потрясающий вообще разговор. Надеюсь, ты придёшь к нам ещё, потому что с тобой, по ходу, можно говорить бесконечно. Бесконечно. Спасибо тебе большое ещё раз. Спасибо. Запизделись, ребят. Спасибо. 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 Пока. Субтитры сделал DimaTorzok